Аспиделла Аспиделла является Эдиакарским дискообразным ископаемым. Царство не определено. Род Аспиделла, определен Биллингсом в 1872 году. Вид Аспиделла Тирановика. Аспиделла представляет собой дискообразное ископаемое с концентрическими кольцами и центростремительными лучами. Диаметр круглой Аспиделлы варьируется от 1 до 180 мм. Большинство ученых находят окаменелости диаметром между 4 и 10 мм. Но животные меньшего размера просто распались бы, не успев окаменеть. Некоторые Аспиделлы имеют форму эллипсов от 3 до 8 см длиной и от 1 до 4 см шириной. Большинство из них имеют центральное возвышение. Апара во всех образцов составлена из хребта и лучей или концентрических колец. Редкость нахождения крупных особей вероятно означает, что Аспиделлы производили многочисленное потомство, которое умирало молодым и окаменевало. Аспиделла является наиболее распространенным ископаемым в глубоководных осадках, но является составной частью большинства идиокарских ископаемых комплексов, включая осадочные слои, расположенные выше уровня штормовой волны. Организмы имеют плотность 3000 метров в минус второй степени. Точно так же, как и идиокарию, Аспиделлу первоначально считали цифоидной медузой. Это первоначальное предположение было опровергнуто. Некоторые образцы представляли собой единый организм, который плавал в открытой воде, но был разорван на несколько частей, прежде чем окаменеть, в то время как другие представляют собой микробные колонии. Петерсон и другие предположили, что Аспиделла и похожие на нее чарния и харния диск были аналогичны грибам. Верхняя и нижняя поверхности ископаемых имеет различный элементный состав, что напоминает окаменелую биопленку. У осадков, находящихся рядом с окаменелостями, также различается состав, обогащенный в некоторых элементах относительно горной матрицы. Так как трудно объяснить такое распределение элементов по диагенетическим процессам, произошедшим после смерти животного, кажется, что элементы и таким образом осадок были в составе организма, пока он был жив. Аспиделла Тирановика была впервые обнаружена в 1868 году шотландским геологом Александром Нюреем. В 1872 году Алкана Биллингс описала окаменелости Аспиделлы, найденные на Дагворд-стрит в Сан-Джонсе, Ньюфаундленд. Они обнаружены в докембрийском обнажении Черного Сланца. Биллингс был главным палеонтологом в геологической службе Канады в то время. Тем не менее, его выводы, сделанные по окаменелости, были оспорены Чарльзом Дулиттлом Уолкотом, который утверждал, что формы в скалах были неорганическими конкрециями. Другие объяснения, предлагаемые в то время, состояли в том, что эти круги являлись пузырями, образовавшимися при утечке газа, или что это была подделка, сделанная Богом, чтобы заманивать тех, кто мало верил в ошибки. Аспиделла была первой диакарской окаменелостью, описанной учеными. В течение многих десятилетий Аспиделла и подобные ей окаменелости не считались докембрийской формы жизни. Это продолжалось до тех пор, пока не была выпущена работа Рега Сприга, который обнаружил ископаемое в идиакарских холмах. Окаменелости Аспиделлы были найдены во многих других частях мира в породах примерно того же возраста и стали приниматься в качестве подлинных останков живых форм. Название Аспиделла происходит от ладинского уменьшительного слова «аспис», что с древнегреческого переводится как «круглый щит» и «терановика», на латыни означающая «из новой земли», то есть Ньюфаундленд. Различные окаменелости Аспиделл называли идиакарией или спригией. Тем не менее, различия между небольшой эллиптической типичной Аспиделлы и плоской кольцевидной спригией, а также большой и выпуклой идиакарией, по-видимому, связаны с разными тофономическими условиями. Например, спригия и идиакария – это останки одного и того же животного, но первый организм фасилизировался в более компактной мелкозернистой глине, а второй известен с горных пород, в которых преобладал песчаный осадок. Из-за неясной природы Аспиделлы ее можно считать формой таксона, который был подобен и выглядел как современные формы, без филогенетических отношений. В таком случае, некоторые предполагаемые исходные виды, например, идиакария или цикломедуза, будут оставаться отдельными организмами. Образцы этого типа животных имели эллипсоидную форму. Таким образом, если Аспиделла в широком смысле является сборищем более или менее родственных таксонов, родовое название будет применяться только к небольшим эллипсоидным формам. Окаменелости Аспиделлы были найдены на полуострове Беневиста и в Мистейкпоинт Ньюфаундленда, а также в образовании Твиттия в Британской Колумбии и в центре Северной Каролины. Аспиделла – это ископаемый организм, живший в пределах от 610 до 555 миллионов лет назад, с предполагаемыми родственниками, жившими около 770 миллионов лет назад. Ты… Да, я не ошибся, именно ты, человек, который запустил данное видео. На моём канале ты сможешь увидеть самое лучшее видео не только про динозавров, но ещё и связанное с научной фантастикой. И подписавшись на канал, ты никогда об этом не пожалеешь. С тобой был Дарт Сидиус, всего тебе хорошего и удачи!